В этой высокотехнологичной печи выращивают кристаллы кремния. Автоматика задает параметры в недрах ростового оборудования. Рождается цилиндрический слиток высотой до 4 метров. За всем процессом бдительно следят специалисты, ведь расчеты должны быть сверхточными. Пока установка единственная и проходит тестирование. Вот мы его нагреваем, до 1400 градусов это нагревается, расплавляется сырье и потом методом опускания затравки уже придаем этому расплаву определенную структуру и постепенно-постепенно вытягиваем определенного диаметра слиток, какой надо. Это потребитель нам дает заказ. Пожалуйста, можем 250 диаметр, можем 300. Еще с советских времен на этом предприятии производились комплектующие изделия для электроники, оборонной промышленности и автомобильного сектора. Потом наступил простой, который затянулся на десятки лет. Второе возрождение завод получил после бума фото-вальтаической индустрии. На базе горнометаллургического комбината вот уже более двух лет изготавливают кремниевые пластины. Производство не имеет аналогов в странах СНГ. Итогом 2019 года альтернативные источники энергии обогнали атомную энергию по генерации в мире. Поэтому наш рынок, в котором мы работаем, очень перспективен и наукоемок. Наше предприятие не просто предприятие промышленного значения, оно сбор как науки, так и передовых технологий в современном мире. Солнечная энергетика настолько быстро развивается, что, казалось бы, новое оборудование для производства монокристаллов, приобретенное еще вчера, уже завтра становится устаревшим и, главное, нерентабельным. Поэтому специалисты постоянно проводят исследовательскую работу и ищут возможности использования альтернативных материалов и сырья на предприятии. При этом стоит отметить, производство никак не вредит экологии. Наше предприятие в отношении экологии выбросы минимальные. Естественно, это очень чистое, экологически чистое предприятие. Такие предприятия, не зря же их очень много было в свое время и в Европе. Главным и пока единственным заказчиком кремниевых пластин является Россия. Комбинат намерен довести экспортные поставки до 500 миллионов долларов США в год и для этого готов переоснастить все оборудование и установить до 60 высокотехнологичных установок по выращиванию монокристаллов. Тем самым увеличить производственную мощность в семь раз. В прошлом году в Бишкеке на экономическом форуме был подписан меморандум при участии президентов Кыргызстана и России, что дает надежду, республика готова экспортировать передовые технологии.